Сегодня я хочу, чтобы мы с вами разобрались, в чем принципиальная разница между синтетическими кистями и кистями из натурального ворса. Сразу скажу, я не буду говорить тут такую банальщину, что натуральные кисти лучше для сухих текстур, а синтетические кисти лучше для кремовых текстур. Мне кажется, что это уже давно всем известно, и только новички, наверное, не владеют этой информацией. Сегодня я в этом видео хочу затронуть эту тему немножко более глубоко, и по окончании этого видео я уверена, что 1-2 факта вы для себя новых точно узнаете. Итак, синтетические против натуральных. Я думаю, что визуально вы уже научились их отличать, хотя основываясь на некоторые ваши сообщения, я понимаю, что еще не все до конца разобрались в этой теме. Синтетический ворс выглядит зачастую вот так, вот очень похоже все эти кисти, то есть они зачастую одного цвета к основанию кисти, и потом какой-то другой цвет окрашиваются на кончике кисти. То же самое вот с этой кистью. Они достаточно узнаваемые, потому что они всегда отличаются от натуральных, которые в 90% случаев выглядят либо черными, либо вот такими вот белыми. Но на 100% можно сказать, только читая описание кисти где-то на сайте, на сайте производителя или в интернет-магазине, там где вы собираетесь покупать кисти, потому что вот так вот просто на первый взгляд, когда вы смотрите, не всегда можно определить, из какого точно ворса сделана кисть, тем более сейчас очень часто ворс тоже смешивают синтетический вместе с натуральным. И я здесь подготовила себе табличку за и против синтетических и натуральных кистей, хочу по ней конкретно пройтись. Итак, как я уже и сказала, кисти из натурального ворса идеально подходят для сухих текстур. Все об этом говорят, но не все объясняют почему. Дело в том, что когда мы смотрим на кисть, которая состоит из натурального ворса, мы не учитываем тот факт, что это не просто ворс, это шерсть животного. И каждая волосинка здесь имеет такую же текстуру, собственно, как и волосы человека. Я вам на картинке обязательно покажу строение волоса, и вы увидите, что волос как человеческий, так и шерсть животного покрыта кутикулой. И кутикула у всех животных складывается по разному принципу. Какая-то более гладкая, и получается более гладкая, мягкая шерсть. У кого-то она более такая ершистая, и получается шерсть немножко более колючая. Именно из-за того, что натуральный ворс имеет кутикулу, и имеет вот такую как своеобразную текстуру на самом ворсе, это позволяет этой кисти намного лучше набирать сухие продукты. А если мы посмотрим на структуру синтетического волокна, то оно полностью гладкое. Из-за этого синтетической кисти намного сложнее набрать какие-то сухие продукты, потому что продукт скользит по текстуре самого волокна, из-за этого набирается хуже, чем на натуральный ворс. Помимо этого, опять-таки, не забываем, что это все-таки шерсть животного. И животные имеют на своей шерсти естественный увлажнитель, жир, который, собственно, есть и у нас. И он нам в плане нанесения косметики играет на руку. То же самое, когда мы делаем свотчи пальцем. Обычно пальцем свотчи получается намного лучше, потому что на пальцах есть наш естественный жир, который выступает смазкой. И когда мы делаем свотч пальцем, свотч получается очень такой насыщенный, очень плотно ложится. В то время, когда мы берем какую-то кисть, то свотч получается намного менее насыщенный, из-за того, что там нет настолько много увлажнителя. То есть в кистях все равно он вымывается во время того, как производится кисть, потому что их моют, чистят, дезинфицируют перед тем, как пустить в производство. Но часть этого увлажнения все равно в ней остается. Последний аргумент за в пользу натурального ворса заключается в том, что в зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать разный тип ворса. Опять-таки обращаем внимание на то, из какого ворса сделана кисть. Это может быть ворс козы, это может быть ворс соболя, да в принципе кого угодно. Но каждый ворс работает по-разному именно из-за строения кутикулы, формирования кутикулы, скажем так, на поверхности каждой щетинки. Какие-то, как я уже говорила, получаются более гладкие, какие-то более такие ершистые. И все это влияет на нанесение. Коза это самый такой универсальный ворс, его используют много где. Он также достаточно дешевый, поэтому многие компании могут себе позволить из козы делать кисти. И они в принципе да, они универсальные. Они нельзя сказать, что сильно там какие-то мягкие или сильно жесткие. Вот они как раз где-то находятся посередине. Но к примеру ворс соболя идеально подходит для растушевки, потому что он очень хорошо хватает продукт из-за строения своей кутикулы. И также очень хорошо переносит продукт, но не сразу его полностью отдает, а вот так вот постепенно-постепенно отдает, что помогает в растушевке. Ворс белки один из самых мягчайших. И зачастую кисти из белки делают для такого очень тонкого нанесения чего-то. Например, часто из белки делаются кисти для румян, когда нам нужно нанести очень тоненькую вуаль. И ворс белки тоже отлично подходит для нанесения пудры именно вот такой вот финишной вуалью на все лицо. Потому что коза нанесет его более грубо. Вы поставите скорее больше такие пятна, как бы штукатурки, которые будет видно. В то же время как белка сделает это намного меньшим слоем и намного более таким вот именно эффектом фотошопа, скажем так. Это мои основные аргументы в пользу натуральных кистей. Давайте теперь обсудим с вами аргументы против. Первый аргумент заключается в качестве ворса. Вы наверняка знаете, что не бывает, наверное, двух одинаковых кистей из натурального ворса. И это как раз таки происходит из-за соединения очень многих факторов одновременно. Во-первых, есть кисти, которые собираются вручную и кисти, которые собираются машиной. Те, которые собираются вручную, всегда намного лучшего качества. Также большие компании, для которых очень важно, чтобы кисти полностью все выглядели одинаково, ворс красят в какой-то один цвет. Опять-таки вспоминаем, кисти делаются из шерсти животных. И шерсть животного, она неоднородна. То есть, одна кисть может быть немножко такая, вторая немножко другая. И все они могут быть намешаны как бы между собой и создавать такой вот эффект, как грязного цвета. Именно для того, чтобы этот эффект скрыть, компании красят кисти в один цвет, зачастую это черный цвет. Большинство кистей как раз таки черного цвета. И окрашенные кисти, естественно, работают хуже, потому что они становятся более жесткими. Это все равно, что когда мы окрашиваем наши волосы, они становятся более жесткими, более хрупкими, они более подвержены ломкости. То же самое происходит и с натуральными кистями. Как я уже и сказала, натуральный ворс отлично подходит для сухих текстур, но вот как раз таки для жидких текстур он подходит очень плохо. Потому что, во-первых, ворс натуральный очень много ест продукта, и вы наверняка это замечали. Сам ворс от жидкости начинает как склеиваться, и когда вы начинаете растушевывать, то больше получается, что наносится полосами, нежели растушевывается. Это как бы естественная природа натурального ворса, так же, как и волосы, если чуть-чуть смочить, они начинают как склеиваться в такие, как сосульки. То же самое происходит и с кистями. Также еще один минус натурального ворса заключается в том, что он намного больше подвержен развитию бактерий. То есть является намного менее гигиеничным. И есть еще такой факт тоже, как и аллергия на определенный ворс. Если у вас есть аллергия на какой-то тип животных, то вы, скорее всего, не сможете пользоваться кистями из ворса этих, собственно, животных. И такие случаи на самом деле есть. Более того, если вы подвержены к аллергиям, к каким-то группам животным в целом, то даже если изначально у вас аллергии нет, но вы будете постоянно пользоваться этими кистями, они могут все-таки эту аллергию как раз-таки и спровоцировать. И последний аргумент против заключается в том, что за кистями из натурального ворса очень сложно ухаживать. Они намного более хрупкие, и их мало того, что нужно постоянно очень аккуратно мыть, так еще и нужно обязательно использовать какой-то бальзам, так же, как и с волосами, собственно. Хотя бы, если не каждую мойку, то раз в 10 моек точно желательно смазывать кисти каким-то бальзамом или какую-то масочку им легкую делать, для того, чтобы они оставались мягкими, для того, чтобы они не ломались, не становились колючими. Синтетический ворс в этом плане намного проще. Что же касается синтетического ворса, то здесь тоже очень много аргументов за. В первую очередь, он не ест продукт, то есть на нем частично остается продукт, но в большинстве своем он этот продукт как раз-таки отдает на лицо. Синтетический ворс идеально подходит для кремовых и жидких текстур, потому что он набирает их очень хорошо на свой ворс, и также очень хорошо их передает, после этого хорошо растушевывает, а не начинает он слепаться и полосить, скажем так, по вашему лицу. Так делают только очень некачественные синтетические кисти, но если кисть сделана из качественного токлона, то она будет как раз-таки очень хорошо растушевывать любые кремовые и жидкие текстуры. Синтетические кисти являются гипоаллергенными, то есть они не вызывают аллергии, они намного менее подвержены развитию каких-то бактерий, и если у вас проблемная кожа, то я очень бы вам рекомендовала кисти для лица завести только синтетические, потому что если вы пользуетесь кистями для лица из натурального ворса, то вы постоянно эти все бактерии и микробы туда-сюда гоняете просто на кисть, потом опять снова на ваше лицо, и в общем-то это бесконечный такой порочный круг получается. Также за синтетическими кистями очень просто ухаживать, на самом деле я с синтетическими кистями вообще не панькаюсь, я могу там ее вот так вот даже о кусок мыла помыть, при этом она не теряет свою форму, она абсолютно так же работает, с ней ничего в принципе не происходит, если ее не размочить в основании, она просто не разлезется, то как бы самому ворсу ничего не будет от того, как вы с ним грубо обращаетесь, скажем так, в то время, когда натуральный, очень хрупкий, очень деликатный. И также синтетический ворс идеально подходит для веганов, и он является по умолчанию cruelty free, то есть для его использования не были убиты животные, не было протестировано на животных, конечно кисти из натурального ворса тоже существуют именно в категории cruelty free, и шерсть для таких кистей добывается путем расчесывания животных, то есть животные расчесывают, вычесывают лишнюю шерсть, та шерсть, которая из него естественным образом выпадает, собирается, сортируется, вручную складывается, и получаются cruelty free кисточки, которыми мы потом можем пользоваться. Такие кисти зачастую стоят намного дороже, но в то же время они того стоят, потому что когда вручную отбирается ворс, когда вручную он складывается, эти кисти получаются намного лучшей формы, и они намного лучше служат, чем кисти, которые собраны были машинным образом. В качестве аргументов против, то у меня здесь мало что есть добавить, это все то же самое, о чем я и говорила, это то, что кисти очень плохо подходят для сухих текстур, из-за своего строения, из-за того, что они очень плохо набирают этот продукт, и также в синтетическом ворсе нет этого естественного увлажнителя, из-за чего тоже растушевка немножко более сложная. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите это в комментариях, если есть что добавить, тоже обязательно пишите это в комментариях, мне будет очень интересно тоже это почитать. Сообщите мне, какие кисти вы больше всего любите, натуральные, синтетические или может быть смешанные, тоже мне будет интересно почитать. Перед тем, как вы уйдете, не забудьте, пожалуйста, поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, таким образом, YouTube вас обязательно повестит о выходе моих новых видео. И на этом я буду с вами прощаться, до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин